Все прекрасно знают Инстаграм, но как соцсеть для девочек повлияла на выборы в США? Сколько стоит самая дорогая публикация в мире? Как благодаря Инстаграму можно получить визу в любую страну? И почему в скором времени будет жизненно необходимо вести правильно свой Инстаграм? В Инстаграме уже 1 миллиард 200 миллионов пользователей. Это так-то одна седьмая населения планеты. Если бы Инстаграм был страной, то по количеству жителей уступал бы только Китаю. При этом активных пользователей около 600 тысяч. Из них 400 тысяч каждый день делают сторис. Вообще взрывной рост Инстаграм произошел в 2010 году. Это классическая связка, рожденная в Кремниевой долине, удивительная история компании, набравшая ошеломляющие обороты в течение нескольких месяцев. Первичная разработка приложения перед запуском на iOS заняла всего 8 недель, а через каких-то полтора года Фейсбук приобрел Инстаграм за миллиард долларов наличными и акциями. Инстаграм бесплатное приложение для обмена визуальным контентом, позволяющее пользователям делать почти все, что касается фото, видео, моментальных историй и лайв-трансляций. И делиться результатами своего творчества в самом Инстаграм и ряде других социальных сетей. Именно фотографии стали фишкой соцсети именно благодаря фильтрам. Практически любая фотка могла быть похожа на произведение искусства. На тот момент это был прорыв. Из-за этого Инстаграмы начали называть соцсеть для девочек, потому что в основном девочки начали фоткаться сами и фоткать все подряд. Со временем в Инстаграм пришли и контент-мейкеры, всякие писатели, музыканты, блогеры. Инстаграмы разросся до таких масштабов. Теперь чуть ли не каждая крупная компания пиарит свои продукты через Инстаграм блогеров и Инстаграм Таргет. Вначале я смеялся над этой соцсетью, но когда узнал, что у 20-летней Кайли Дженнер один пост стоит миллион долларов, я пересмотрел свое отношение. Поняли? Поняли? Ладно, продолжим. Один пост, и ты долларовый миллионер. Сфоткался, написал текст, накинул фильтр, и все, жизнь удалась. Да Криштиану Роналду за месяц только с Инстаграма по 2,5 миллиона баксов имеет. Да даже наши блогеры или знаменитости за историю в Инстаграме получают кто по полмиллиона рублей, кто по миллиону, кто как. Ну, понятное дело, к этому нужно приходить и работать, но это уже не соцсеть для девочек, как было в самом начале. Причем самую большую выгоду получает все равно Цукерберг. Как уже упоминалось, в Фейсбук выкупили Инстаграм, и можно сказать, именно Инстаграм приносит наибольший доход компании. Рекламодатели, пользователи, мягко говоря, покупают. Вот смотри, сидишь в Инстаграме, подписан на определенных людей или каналы, и социальной сети становятся известны твои предпочтения. Прошел какой-то опрос? Все, твое мнение записано и учтено. И так работает не только Инстаграм, а любая социальная сеть. И узнав все твои данные, кстати, как это делают мошенники, я рассказывал в этом ролике. Так вот, и узнав все твои данные, тебе проще что-то продать, в чем-то убедить и показать, что выгодное для компании. Чем же примечателен Инстаграм и Фейсбук в этом плане? Ну, во-первых, это самые популярные соцсети в мире. Во-вторых, политика конфиденциальности очень гибкая. Вот в 2016 году пиар-компания Трампа выкупила 50 миллионов данных пользователей, и на их основе составила правильную рекламу чуть ли не на каждого пользователя. Из-за чего Трамп собрал большее количество голосов? Насколько это правда, решать, конечно, каждому. Это просто достаточно известный случай. Лично я верю в эту штуку, потому что в одном из роликов показывал, что телефоны прослушиваются, а если телефоны прослушиваются, то соцсети точно просматриваются. Плюс не забываем про блогеров, с которыми можно договориться, и они скажут то, что нужно сказать по контракту. Конечно, не все идут на это, но многие. Какая-то определенная часть точно. А это уже влияние. Но при всем при этом я за Инстаграм. Это не такая плохая площадка для многих талантливых людей, которая может помочь завести друзей, единомышленников и, естественно, заработать на своем творчестве. И это только вершина айсберга. Соцсети сейчас настолько прокачаны, что очень многие на них полагаются, и этим можно воспользоваться. Например, у меня друган благодаря Инстаграму переехал в другую страну. Причем заработал он не в Инстаграме. Он просто его вел как хобби. Сейчас расскажу по порядку. Захочешь ты, например, поехать в Америку? Тебе нужна будет виза. Получить ее крайне проблематично. Рассматривают твою работу, семью, взгляды на жизнь. В общем, те, кто пытался получить визу в курсе. И, как оказалось, последние годы проверяют активность в соцсетях. Причем в мировых соцсетях. Да, сорян, твой ВК никому не интересен. А вот Инстаграм – другое дело. Даже более того, сейчас это важный фактор в принятии решения, давать визу или нет. Человек, который ведет соцсеть, вызывает больше доверия. Видно, чем он занимается, где проводит время, как относятся к нему люди, и поэтому неудивительно, что на это смотрят. Даже более того, при приеме в некоторые корпорации у кандидатов проверяют Инстаграм. Уже в России, по данным журнала «Хассл», 70% работодателей при приеме на работу проверяют соцсети кандидатов. А 38% уволили своих сотрудников, найдя контент, который противоречит политике компании. Очень, конечно, размытая формулировка, но суть такая – работаешь на пивзаводе, украл бутылку, сфоткался с ней, в Инсту выложил, на следующий день уволили. А ты ее, оказывается, купил. Ну, бывает, че. Многие начали понимать, насколько это мощный инструмент, и начали им пользоваться. Но даже тут нашлись люди, которым то ли лень прокачивать свои страницы, то ли просто легкой наживы хотят. Я говорю про тех ребят, которые за 3-5 тысяч рублей покупают подписчиков, комментарии, лайки, а потом написывают маленьким организациям с предложениями о рекламе. И обманывают на деньги, на товары, на услуги. Один из моих знакомых часто разъезжает по городам, и почти всегда у него все бесплатно – жилье, еда, развлечения. Он так и говорит мне, отдых на неделю мог обойтись в 60 тысяч, а обошелся в 5. Надо ли говорить, что это незаконно? Ну, а вы у меня, ребята, умненькие, сами все понимаете. Тенденция такова, что соцсети будут проникать во все сферы жизни, и Инстаграм будет одним из первых. Если сейчас через него уже люди знакомятся, зарабатывают, тратят, от него зависит, примут ли тебя на работу, или поедешь ты в другую страну, дальше все будет усугубляться. По профилю будут судить, какой ты человек. Можно ли иметь с тобой дела или нет, и вот, казалось бы, почему именно Инстаграм? Ну, с другой стороны, а что еще? Топ-3 соцсети считаются Ютуб, ТикТок и Инстаграм. В Ютубе сложно делать контент, и большинство пользователей – зрители, и ничего не публикуют. ТикТок – ну, как бы особо ничего о человеке в ТикТоке не узнаешь. Да и с ТикТоком вообще сложно, хоть он и является самой популярной соцсетью в мире, но заработок у него маленький, потому что крупные рекламодатели туда не идут. Основная аудитория – дети, да и в течение максимум одной минуты большинство товаров разрекламировать сложно. И остается только Инстаграм. Есть, конечно, Твиттер и Фейсбук, но они не настолько активны и популярны по сравнению с Инстой. Поэтому покупай у меня кур по раскрутке Инстаграма. Да я шучу, я самого толком не веду. Вот даже страницы канала пустуют, хотя если вы подпишетесь, придется вести. Не надо. Для тех, кто не пользуется, объясню, как работает Инстаграм и как там раскачаться. Заходишь, нажимаешь поиск, нажимаешь теги и пишешь интересующий тебя тег. Например, природа. Нажимаешь и выскакивает куча разных публикаций с природой. Можно подписаться и тогда всегда будешь иметь прямой доступ к природе. Разделены публикации на два вида – топ и новые. Топ – это которые вызвали большую активность у аудитории, их чаще комментируют, ставят лайки и тому подобное. А новые – это которые только вот выложили. Так, в принципе, люди и продвигаются, выкладывают видео или фото, прописывают кучу тегов и надеются попасть в топ. Но некоторые знамениты сами по себе. Например, Киркоров. И люди сами его ищут. Вводят в аккаунтах Филипп Киркоров и пользователь, который с галочкой и есть Филипп. Так и набирают подписчиков в Инстаграме. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. Давай, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok